Так, начинаем вязать наш палантин. А почему ты не говоришь замечательный палантин? А вот я на самом деле контролирую. Я сейчас прямо-то из языка у меня сняла это слово замечательный. Я вот ам-поприкусила палантин. Ам-палантин, но замечательный. Потому что он необычный палантин-корвиган. Спасибо, что ты меня хвалишь. Да, кто же еще похвалит? Да, вот сами себя хвалим, хвалим, хвалим. Пукушка хвалит петуха. Да, ладно. Кто еще похвалит? Сами себя. Зато нас двое. Вот мы хвалим, 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 хвалим. Всегда в пределе. Так вот, палантин. Сейчас я нарисую вам схему и будем смотреть, откуда какие мерки берутся. Беру в половину, то есть, как правило, пунктирная линия обозначает половину. И мы вяжем одну длинную часть. И одну короткую часть. Вот такая у нас будет конструкция. Причем, вот эта часть у нас вяжется направление. Полосочки идут вот так. Вторая часть вяжется. Ну, будем вязать от изделия. В принципе, можно сверху, можно снизу. Но имеется в виду направление. Направление будет вязаться вот так. И полоски будут идти вот так. Полоски у нас будут непростые. Полоски будут волнистые. То есть, мы морскую волну будем с вами изображать. А весь остальной палантин мы решили просто сделать белым. То есть, вот это все будет рельефно и морской волной. Вот эта часть просто белая. Вот, кстати, вы можете, так как вы с нами вязать, все равно не сможете сегодня. Потому что мы заготовку уже сделали заранее. Очень большой, поэтому я не стала четыреста. Мы не любители. Вот я Наталью уговорила и рассказала, что мы можем все-таки связать часть заранее. Потому что, ну, не уложите за час. Нет, ну, потом, мне не надо уговаривать вязать четыреста рядов вместе с вами. Чтобы вы сидели, четыреста рядов смотрели. Смотрели, да, считали. Это бесполезно потраченное наше время. То есть, вязать можно вместе с нами. Поэтому мы с вами пока, мы покажем сегодня красивый узор. На самом деле, вы можете повторить узор. Вы можете зарисовать схему и посмотреть, откуда что берется. И прикинуть, как это вяжется. Узор желательно повторить. То есть, мы сейчас с вами провяжем хотя бы часть. Посмотрев, как это стыкуется и с какой стороны что берется, вы можете просто, когда будете вязать, вам будет просто легче и понятнее. Самое главное здесь сообразить, откуда что берется и где, какая мерка. У нас откуда руки-ноги здесь растут. Откуда руки-ноги, да, и откуда чего мерить. Мерить мы будем, естественно, нашу даму. Она у нас самая для этого подходящая. Мы ее даже одели, чтобы она не была на голову. Потому что неважно, как она одета или раздета. Первое, что мы делаем, это, конечно, длина нашего палантина. Палантин. Так, вот берем через шею. И замеряем длину. Длина может быть абсолютно разная. Длина, у меня она получилась метр. Вот так вот, то есть совсем длинная. Но, в принципе, можно и покороче. На самом деле, это уже на ваше усмотрение. Потому что вот эти две части будут болтаться самостоятельно. И какой длины вы хотите их иметь, такую и делайте. Вот мне он метр, метр и оставлю. Понятно, откуда длина? Через шею. Вот так вот, через шею. И с нужной длины. Да, 400 рядов это много. Александр пишет, да. Вот, это метр. Вот это вот 400 рядов, которые я вам не стала показывать. Кстати, вот те, кто присутствует, вы тоже можете поделиться, нажать кнопочки соцсетей и нравится. Для того, чтобы все-таки еще народ присоединялся. Так, это, вот эта часть, вот она. Длина изделия. Длина изделия 1 метр. То есть, ну, в данном случае у нас так. Сейчас. Половина. Вот. Это шея. Так, что-то я камеру так тортала. Мне чуть-чуть. Ага. Это половина. Длина изделия 1 метр. Значит, вот здесь 50 сантиметров. Ну, на самом деле, просто, чтобы схема была побольше, мельчить не будем. Вот эта часть, ширина изделия. Тоже на ваше усмотрение. Берем от позвонка. И вот, какой, либо какой хотите, либо оптимально до запястья. Запястье. Где-то здесь оно. Ну, и от седьмого позвонка примерно до запястья. Вот так вот где-то. Не ошибитесь, не от восьмого, а именно от седьмого. От седьмого. Это крайне важно. 25-26 сантиметров. Это... Высокоточное, высокотехнологическое изделие. Ширина изделия 25. На самом деле, плюс-минус, вы же понимаете, это всего лишь накидка, которая не является таким... Да, изделием в электронной промышленности. Так, вот эта часть. Так, получается, что вот эта вот, вот эта часть, ширина вот этой части идет тоже на ваше усмотрение. Как правило, это... Ширина тела... Ну, поменьше. Наверное, будет широко. Да, да. Ширина тела пополам. То есть, смотрите, у вас будет два полотна, и как вы хотите... То есть, палантин, вот как мы его накидываем, здесь важно, чтобы... Чтобы оно либо висело вот так вот, широкими полосами, либо слегка перекрещивалось. То есть, ширина, ну, вот, сантиметров вот так вот. 10-12. На самом деле... Сколько у нас там получилось? У меня получилось 15 сантиметров, но вот они вот так вот нахлёст будут находить друг друга, на друг друга. И вот здесь вот где-то одна, на нее вторая, можно, на самом деле, на пуговицу. Можно, чтобы они были длинные-длинные узкие. Но почему я сделала широкие? На самом деле, такая длина, она будет вытягиваться в такую сосиску. И есть велика вероятность, что оно скрутится руликом. И за счет того, что изделие достаточно тяжелое, длинное и тонкое. Поэтому очень тонкие вот эти вот полоски делать не стоит. Если вы вяжете большое изделие, делайте его все-таки пошире, иначе оно превратится, и правда, в бесформенный рулик. Здесь у меня 15 сантиметров. Остается 10. Ну, 10-11, потому что... Здесь вот 10 сантиметров раз. Общая длина минус... Общая длина минус вот это вот количество. И вот сейчас как бы отметить. Вот эта длина равна вот этой длине. Вот эта равна вот этой. Оно... Это узор. Ширина узора определяется шириной вот этой вот полоски. Они должны быть одинаковы. Теперь... Так, кстати, значит, я хочу сказать, что запись этого вебинара, вы можете смотреть, вы можете попросить эту запись, и мы вам ее пришлем. Но условие таково, что вы, если просите прислать, мы присылаем под обязательство, что вы его свяжете. Поэтому вы можете находиться не с нами, а где-то в другом месте, и попросить, чтобы мы прислали этот мастер-класс, вы его получите. Но если вы его не пришлете, то больше вы никогда ни одной записи у нас не получите, пока не отчитаетесь по данному уроку. Поэтому, если вам это изделие интересно, то вы, пожалуйста, если не хотите увязать, то смотрите, не уходите. Потому что запись будет доступна только тем, у кого нет долгов по нашим посиделкам, либо те, кто попросят, они у нас попадают в список с пометкой. Что было попрошено, и больше никогда ничего не получат. Это я вот как бы тут читаю комментарии. Если попросили и не связали. То есть, если вам наши уроки не интересны, не надо просить, чтобы вам что-то прислали. Так, еще один момент в этой схеме. Должен быть разрез. То есть, это не так все просто. Вот здесь вот у нас идет разрез. Разрез определяется длиной от начала палантина до локтя. Поэтому, прежде чем делать разрез, желательно, конечно, вот эту часть сначала связать. Потому что вот так вот на глазок это тяжело определяется. То есть, вы вяжете первую часть, в которую я уже связала вот эти вот 400 рядов монотонной, рутинной работы, однотипной, которую мы показывать не будем. Накладываете на модель, либо на себя, и измеряете. От краешка палантина, вот то, что болтается, до примерно локтя. Сейчас мы это приложим и измерим. Вот мой палантин с волнующимся узором, с волнами, которые мы будем с вами вывязывать сейчас. Вот здесь спинка такая будет. Это я делала метки, в принципе, они не нужны. Палантин у меня получился не короткий. На самом деле, Светлана отругалась, сказала, что можно было бы и покороче, но получился и получился. На самом деле, посмотрите, как выглядит в длинном варианте, и для себя свяжете что-то более короткое, может быть. Я ругаю, но не бью. Да, это хорошо. Все союзные жены. Это так хорошо, что не бью. Так, вот здесь вот локоть, и измеряем. От начала. От начала до локтя. Где-то 30... Мне очень нравится, как ты принимаешь ругань. Ну зачем ты связала такой длинный? Она меня ругает! Она меня... Она тиранка! Она меня ругает! Да-да-да-да-да-да! Как можно? Да, а то меня никто не ругает, а тут прихожу, поругают меня. Так, и... Вот. Смотрите. Это место... Вот. Вот это локоть. Вот эта точка. От начала. То, что мы с вами померили, от начала до локтя. И теперь нам нужно вот этот разрез. Разрез определяется как половина 10 сантиметров. Вот эта часть равна вот этой. То есть, здесь у нас 10, значит, здесь будет 5. Итого. Общая длина у нас метр. Вот это вот палантин. Метровый. Он такой вот длиннющий у меня и получился. Сейчас мы будем считать длину вот этой вот детали. Надевать его будем прямо на машинку и вязать от детали вниз. Можно в половинном размере, раз у нас уж так-так локоть, я, конечно, ну... А, я же его подколола. Так, я его подколола, все как обычно. Делаем калантинку. Потому что что-то я недомерилась. Получается 32 сантиметра. 32 до разреза и плюс 5. Вот здесь вот. 32 плюс 5. Это 30... 32 минус 5. Конечно, 27. Вот здесь вот 27. И мне нужно 50 минус 27. Это 23 сантиметра длина вот этой вот детали. Так, девочки, всем понятно или надо повторить? Потому что сейчас я беру машинку, начинаю вязать уже. Пока никто ничего не пишет, поэтому я... Все только знают, что пишут. Что они нашли наше письмо в спаме. То есть они были неправы, когда мне написали, что мы ничего не получили. Оказывается, они спам не проверили. Пишут, что в спаме было. А я тут волосы на себе рву и вот худею, бледнею на глазах. И на другой сервис уже перехожу. Ну, девочки, с письмами мы разберемся попозже. Сейчас все ли понятно? Если понятно, то мы переходим к следующему этапу. Потому что схема такая сложная и не очень простая. Поэтому если вам все понятно, то мы переходим к призаню. Как говорится, вот я в прошлый раз пыталась рассказать, как я придумываю свои изделия, но ты меня как-то перебила, я не договорила на полусловии. У меня, как это, глава профессора Дуэля, там, значит, это убили на полусловии. Когда ее починили, эту девушку, то она допела свою песню с того куплета, на котором ее убили. Пивечку из кабаре. Вот я, значит, тоже останавливаюсь, пока пишут, я остановлюсь и расскажу, как я придумываю. У меня почему-то придумывание идет во сне лучше. То есть мне обязательно нужно закрыть глаза. И у меня в голове, вот я просто вижу, как эти части, вот они вот трутся, вот когда показывают фильм, и там какие-то части разлетаются, вселенные, или наоборот, слетаются в какое-то изделие. Вот у меня вот точно так же. Это какое-то наваждение, потому что я вижу, как они вот так вот крутятся все и стыкуются углами своими. Вот эта жилетка и все остальное, вот эти шапки, которые я тебе выдала, они все родились во сне. Я на свету не могу. У меня, видимо, что-то отвлекает. Мне нужна тишина, темнота. Полнолуние тебе не нужно? Да, мне нужен, наверное, светящий тепломастер, который у меня в стенах вот это зарисовывать все. Вот, потому что я вот так вот в темноте придумываю. Так, ну сейчас посмотрим, что тут. Так. Нет, все молчат, видимо, все понятно. Все понятно. Значит, понятно. Схема есть. Так, 23 сантиметра. Сейчас я перепроверю, потому что это дело такое. 27 у нас здесь. 27. 50 минус 27. Это 23. И плюс 5. Значит, 27 и 23 меняются местами. А всем все понятно. Видите, мои математические способности, они уникальны. Все так же, как и ты. Поэтому мне все понятно. Поэтому меня никто никогда не справляет, и все все понимают. Все понимают. 27 вот здесь, 23 здесь. Так, еще раз. 50 минус 32. 32 до локтя. Это 18. Батюшки. Слушай, ну ты уж совсем не позорь меня. Так. Девочки, я пошла мерить еще раз. Я что-то совсем плоха стала. Наверное, у меня тоже полновление. Если мы... Ты вчера холмин справляла. Да. Да, да, да. Наверное. Так, это... 32. Здесь у нас... Ну, здесь у меня чуть больше 50, потому что... Вот она, проблемука. Вы отгладили этот шарфик? Он приобрел немножко... Потому что не специалист. Гладил не специалист. Я. Понятно, откуда, что ушло. Здесь... Главное, есть на кого свалить. Да. Принимаю на себя. Все, я виновата. Сейчас пойду в угол стану. 57 здесь у меня получилось. Вот. 57 минус 32 равно 25. Вот здесь. И плюс 5, 30. Вот здесь вот 30 сантиметров. Ну, принцип понятен. Проблемка возникла, потому что у меня не состыковалась длина. Итак, 30 сантиметров умножаем на 2 или 4 в одном сантиметре. 72. То есть мне нужно взять 72 петли. И на этих 72 петлях я сейчас провяжу основную деталь. Так, еще раз. Еще раз. Подожди, 30 это половина. А ты меня не поправляешь. Значит, 72 это 140. Так, девочки, подождите. Может, заново? Давай заново. Еще один листик. Сейчас начисто все это напишем, потому что я тут начну. И не буду я делать половину, я сделаю по полной. Математик из меня, сказочный. Вот как надо заваливать экономику страны. Как стране повезло, что она лишилась такого экономиста. Ой, как повезло, да. Вот я каждый раз радуюсь, что я взяла за вязание, а не за экономику, с экономикой мы завязали. Нигде развалила экономику нашей страны. Да, да, я ушла раньше. Да, да. Знаешь, там такие же остались. Стране все равно не помогло. Получается, у меня, сейчас померила по факту, после глажки активным паром было не 50, а растянулось вязание и получилось 57. Нажаем на 2, 114 у меня здесь. Это длина изделия. Как мы с вами мерили через шею. Ширина изделия идет 25, как шла, так и идет. Здесь 16-15 сантиметров, значит, вот здесь вот 10 сантиметров. 10 и 15. Так, здесь от начала до локтя 32. Это мы уже померили по факту. И здесь еще 32. Это фактически 32 и 32 с другой стороны. И разрез идет вниз на половину детали. 32, значит, 57 минус 32. 25, вот здесь вот 25 и 32. Это до локтя. И плюс 5 сантиметров, потому что половина ширины отделки. 25 плюс 5, 30. Значит, 30 сантиметров я вижу с одной стороны и 30 сантиметров с другой. Вот такой ширины я должна взять деталь и провязать 10 сантиметров. Вот. Вот так вот мы все это посчитали. Надеюсь, что теперь точно понятно. 30 с 30 это 60. Множить на 2 и 5. Ну, 145-150 вот так вот петель. На самом деле это уже не критично. В таком изделии это не факт. 144. 144 петли мы должны набрать и провязать по размеру 10 сантиметров. 10 сантиметров это у меня было 56 рядов. То есть я вяжу 144 петли и провязываю 56 рядов волнистым узором. Сейчас мы с вами это и будем делать. Берем машину и вяжем. Если у вас... Сейчас еще раз. Всем все понятно. Спрашивают только про гладь или не гладь. Но я думаю, ты что-то в процессе расскажешь. Это не гладь. Это волнистые волны. Сейчас мы будем делать защиту, зажимы. Делаем волны. И можно привязать гладь на самом деле. Мы просто решили так оформить для интереса. Если вы не проходите в машинку, вы можете вязать половинами и сшить их. Вы можете вязать обе детали вдоль. Вы можете... В общем, вы можете, что хотите. Все на ваше усмотрение. Тут никаких... Мы когда свяжем, то будет понятно. Где вдоль, где поперек. Сейчас надо просто уже начать, потому что как-то мы затянули. Затянули. Затянули, да. С математикой проблемы. Вот представляете, в семье, в одной семье абсолютно противоположные способности по математике. Мы очень тоже. Но самое интересное, что у моей дочери тоже минусовые способности по математике. Это вот как бы, когда она мне говорит, ты мне при рождении все плохое отдала. Я говорю, да, вот сидела и делила. Это тебе, это мне. Математику себе оставлю, а тебе там это, чем-то другое, длинные ноги отдам. Не знаешь, что в жизни больше приходится. Не знаешь, что в жизни... Длинные ноги или математика. Поэтому я вот такая мелкая с математикой, а она математика минус, но ноги длинные. Да, поэтому посмотрим, кто будет счастливее в этой жизни, кому что пригодится. Так вот меня, между прочим, сейчас назвали не я сновидящей, а сновидящей. Сно видящая. Сновидящая. Сновидящая. Ой, да что это такое? Может тебе помочь? Давай. Я пытаюсь приведить машину, у меня... У тебя с математикой проблемы и с приборами тоже проблемы. Да, да, у меня тут совсем пошли сплошные проблемы. Я тоже увязала из шапок, у меня уже руки трясутся от этих шапок, я их вяжу пачками. Ну, тебе же нравится? Мне очень нравится. На самом деле не шапки придумываю, не обыкакие, а шапки-головоломки. То есть то, от чего, от вязания, от чего можно подумать. И мне иногда кажется, что наши уроки – это занимательное вязание, вот как бы можно к этому разряду. Я когда иду, у нас ребрасный тропу дают книги, и там перелимание, занимательная математика, мне так нравится. Вот у нас занимательное вязание. То есть вы вяжете и получаете от этого удовольствия, от разгадания, как ребусы. И шапочки, которые у Наташи вяжут, они тоже такие же. То есть это не гладь, которую разукрашивает жаккардовая каретка, а мы все это делаем руками-сочнее. Я хочу сказать, знаешь, я вот почему думаю, что наши изделия очень тяжело для расчета использовать. Почему нужно проходить у тебя расчеты кривых изделий? Потому что программы не смогут ее рассчитать, потому что там все объемное представление, ни в одном плоском виде это не разложить. У нас все изделия очень объемные. Так, я беру сейчас крючки. Девушки, вот я вижу, что вы мне тут все пишите, что вы спам проверили. Ну, проблему решаем. Я сейчас параллельно запускаю на нескольких сервисах. Посмотрим, где письма будут доходить. Потому что, честно говоря, я не ожидала такого результата. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Так, я сейчас буду просто навешивать наше полотно, поскольку я вяжу от него. Беру. Где у меня там? Булавка. Это локоть. Так, локоть у меня есть. Отмечаю. Со второй стороны. И вот это вот у меня получается 32 как раз сантиметра. И к этим 32 я должна добавить еще 5 сантиметров. Поэтому сейчас я локоть навешиваю лицом от себя, изнанкой на... Так, сейчас я пересчитываю. Это я не посчитала. 20, 57 минус 32, 25. 25 умножить на 2 и 4 равно 60. 60 и 60. На 100 20 петель. Я вот это вот растягиваю и навешиваю. Вот так как раз у меня все это прекрасненько ложится. И потом плюс дополнительно 5 умножить на 2 и 4. По 12 петель дополнительно сейчас буду набирать. Ну, пока я навешиваю, вы можете разговаривать. О чем-нибудь очень интересно. О чем-нибудь. Ну, я вот сегодня не стала две камеры делать, потому что у нас... Мы с Натарией тут опробовали метод параллельного вещания. И в прошлый раз, когда я рассказывала про улиток, не всем понравилась песня Гребенщикова «Аквариума по склону Фуджи». «Ползи улитка по склону Фуджи». И мне посоветовали все-таки что-нибудь из доли классики. Моцарта, Шопена, еще что-нибудь. Ну, Гребенщиков очень своеобразен. Ну, понимаешь, для посиделок это как Хэллоуин. Посмеяться. Ну, представляешь, под Моцарта вязать что-то. Кощунство. Кощунство, да. Моцарта надо слушать с закрытыми глазами. Вообще, я даже не понимаю, как их слушают в концертных залах. Я, например, музыку по-другому. Как бы всеми частями тела и всеми органами чувств воспринимаю. Потому что я вместе с этой музыкой, я вместе с ней колеблюсь. У меня, видимо, на мозг как-то она воздействует еще. А потом квадраты тебя добивают. А потом квадраты меня, да, да. По этому поводу преследуют. Поэтому мне хотелось какую-нибудь вам музычку поставить. Но так как вкус мой не совпадает с вашим, то мы решили, что не будем злоупотреблять ваше внимание. Тем более, что мне тут писали, что когда они слушают, то они не могут вязать. И я думаю, впадут в какой-нибудь экстаз от музыки и вообще про все забудут. Понимаешь, это гипнотическое такое действие. Включают, как одна из наших учениц написала, спать ложусь, и включаю запись голоса Наташи Некрасовой, да. Чтобы мне на подкорку ночью вписалось. Я вот такого способа обучения еще никогда не слышала. Как не слышала? Английский? Нет, английский, ну, английский, ну, это же слова. А тут же каретка сюда, каретка туда. Нет, на самом деле она включает меня, как снотворная. То есть такой умиротворяющий голос, бу-бу-бу-бу-бу-бу, надеваем петельки. Слушай, а как можно учитывать? Это у тебя уже рефлекс? Это как собака Павлова. Включили Наташу Некрасову. И все ушнули. И все спать сразу. А куда вязать-то? Меня надо, чтобы я там будила, я ходила и педала, и говорила, «Ну-ка вязать, вязать!» Ну, конечно, бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. А я поднимаю и всех это расталкиваю. Да. Не, хорошо, что я вот здесь рядом, иначе бы все у тебя уснули бы и все. Да, все с блаженной улыбкой спали бы на своих машинках. А знаешь, можно продавать диски. Есть музыка «Шум дождя». Я тут купила однажды Баха под музыку «Волн». Вообще кошмар какой-то. То есть шуршат волны, еще и бах. То есть такая какафония мне совершенно не понравилась. То есть музыка дождя – это одно, а это другое. То же самое, что, ну вот, например, ты пьешь текилу и заедаешь ее пирожными. Ну то есть вот, на мой взгляд, вообще несовместимые вещи. Или там керосином занюхиваешь. Вот здесь примерно то же самое. Но у всех разные вкусы, восприятие. Опять же, кому-то, наоборот, это гармонично. Не, ну кому-то, кому-то, ну вот, я говорю, что я решила. И там, значит, это музыка для релаксации. Бак с дождем. Спишь ты спеши, вдруг тебя грозой так. Ну вот, у меня дочь одно время очень любила, когда у нее был первый планшет, она все время как бы тренировалась, скачивала какие-то там эти звуки, то пузнечики, то лягушки, там еще что-то. И вот я тоже попробовала. Ну под шум дождя мне, например, плохо спится. У меня очень тревожное состояние. Знаешь, я так хочу спать, что мне никакие шума дождя не надо. Тебе надо включить голос Наташи Некрасовой. Мне ничего не надо. Мне надо, чтобы мне просто дали печь. А ты под свой голос не думала засыпать? Может быть, ты засыпаешь? Манечка что-либо? Я так себя люблю, я так себя люблю, я даже сплю под свой голос. Такого я еще не слышу. А как же она вяжется, если только урок включит и сразу заснет? Ну вот видишь, вы тоже подумали, что нет. Тебе ни в коем случае тебя не заслушать. Нельзя, потому что ты сразу же... Подаешь в печку, да. Отпрыг. Кто это? Так. Так, где видео первая часть? Можно посмотреть. Видео первая часть, это у нас была презентация. Я сейчас вам сброшу ссылочку, но там мы просто рассказывали о том, что мы навязали в прошлый раз. Поэтому, как бы, ничего вы не потеряли, если не были. А это сейчас я вам сброшу. Так, кстати, рассказываю, что я... Заговорились тут про снотворное, я не сказала. Нас надеваем за протяжечку. За целый петельный столбик не надо, не утяжеляйте. За протяжку достаточно, будет держать нормально. Если очень тяжелое вязание, то за целый столбик, потому что тогда может растянуть. Опять же, если вязание легкое, за целый столбик петельный не обязательно навешивать. Вязание, ты имеешь в виду пряжа или что? Пряжа. Что ты имеешь в виду под вязанием? Вязание не все же будут вязать из легкой ниточки. Это может быть очень массивный палантин. Это может быть... Вот это даже жаккардом можно вязать. То есть тяжелое двустороннее вязание. Это все возможно. Опять же, если тяжелое, делайте. Но с другой стороны, скорее всего, на взрослого человека такое надо вязать, конечно, двумя долевыми частями, потому что никакой машинкой не пройдет такая длина. Здесь все не от ширины идет, а именно от длины. Либо это будет очень такой коротенький палантинчик. Так, надели. С двух сторон добавила по 12 петель. Это идет на набор, потому что у нас тут должны быть... Вот здесь вот. Это разрез. Вот сейчас мы надели 32 петли до вот этой вот рисочки. И плюс добавляем еще по половине ширины рисунка. То есть это разрез как таковой, то есть не привязанное полотно. Мы его просто дополнительно набираем и будем сейчас вязать. Так. Вот мне пишут. У всех разное восприятие шума. Ну, да. Мне бы в голову даже не пришло комбинировать классику с шумом прибоя. Потому что они не совпадают по ритму. И вот у меня просто страшно раздражает. А вот кого-то, может быть, усыпляют. Я говорю, что надо твои диски выпускать. Медитация. Медитация, да. А ты... А, вот я вот расскажу. Мы когда... Я не знаю, сейчас в 10 классе. У меня ребенок еще не в 10 классе. Я не знаю, как они органическую химию проходят. А мы, помнишь, Глинку проходили. У тебя был этот справочник Глинка? Вот такенный. Карл Маркс. Просто это... Вольный мир в шести томах. У меня была эта книжка. И я органическую химию... Вот чего органические не принимают, это органическую химию. Я ее вообще не могу понять. Очень непонятная. То есть это не математика. Математика, все понятно. А там валентные-ковалентные эти связи. До сих пор помню. Слушайте. Была такая физика, мимо которой я проходила. Так, вот видите, петли набираю косичкой. Беру первый цвет. Так, у меня три цвета. Си... Ой-ой-ой-ой. Сейчас я сделаю тебе. Кто же так на одну ниточку-то привязывает? Я. Я хотела узнать, кто? Это я. Да. Я не отказываюсь даже. У кого-то просто ручки такие. Нет. Да. Нет, это кто-то просто жадный. Ты пожалела даже кусочек скотчика, который отклеился. И это сейчас отклеить. Слушай, ну... Как отклеиться? Ну, здоровее. Ну, ты видел, что отклеилась, отвалилась. Так, я набираю косичкой. Дополнительные петли. Формируем разрез. Набираю и вяжем четыре ряда. Можно, в принципе, вязать больше. Тогда у вас будет более насыщенный узор. Так, можно... А ты где находишься, посмотри? У тебя не видно здесь. Потому что я в другой стороне нахожусь. Ну, ладно. Вот они не увидят. Ты им рассказываешь, а показываешь в другом месте. Я показываю с этой части. Сейчас доедем туда. С этой части они не видят. Так. Ты пришла обгаться? Нет. Я помогаю. Да. Кто тебе еще подскажет-то? Конечно. Вот Верена говорит, что параллельно с вами сложновато вязать. Ну, вот этот урок, он действительно с нами будет сложновато вязать. Это действительно очень тяжелый урок. Потому что именно поэтому мы вяжем шапки. Но я так понимаю, что шапки все-таки... Ну, сколько шапок нужно в хозяйстве? Наверное, не так много. Но вот в следующий раз мы точно будем вязать шапку и через раз, и через-через раз. Потому что шапки – это как раз то изделие, на котором можно баловаться как угодно. Так. Провязываю ряд. Щелчек обнуляем. Плотность для кулирки обычная. Не надо тут ничего особенного придумывать. Так. Я провязала ряд. И делаю набор петель с другой стороны. Вот этой же ниткой. Подцепляю петлю и набираю 12 петель. То есть я вот таким образом выполняю разрез. Это голубой цвет. Поскольку у нас морская тематика появилась в связи с этим волнистым узором, то белый, голубой, синий. Так. И вот этот ряд мы уже тоже провязываем. Сделали набор. Провязываем этот ряд. Провязываем ряд, который у нас с другой стороны образовался. Деполнительные петли. Один. Еще три. Так, раз. Другая косичка. Два. Три. Четыре. Так. И на первом будем делать, не будем защип. Можно и сделать. Защип. Вот эта вот волна. Вот такая вот волна. Видите, она образуется за счет защипов. И получается вот такой вот рельефный узор. Волнистый, непонятный. Это защипы, выполняемые либо многоигольным декером, либо одноигольным, либо трехугольным. Вот что есть в хозяйстве, тем и пользуемся. Делать их можно в хаотическом порядке. Но вот у меня выбор по 10 игол. Очень удобно. Машинка разбита на десятки. И вот я могу делать там через три, например, десятка. Потом в следующем ряду, там через следующие три десятка. В хаотичном произвольном порядке. Чаще, реже, как угодно. В трехугольном удобно. Вот у меня, кстати, в руке. Беру, у меня особенность машины такая, что мне нужно, желательно, для того, чтобы спокойно надеть вот такое малое количество петель, заправить за язычки петли. Потому что если я буду надевать вот так, мне их просто будет не натянуть. И беру, можно трехугольный, можно какой-нибудь еще крайние, первые петли или протяжки, как угодно, этого цвета, которые буду надевать. И надеваю на иглы. То есть я делаю рулик и делаю вот такую вот сборочку. На первом ряду это, конечно, тяжеловато смотрится и делается. А дальше будет гораздо легче. Так, первый сделали. А вот через три. Следующую делаю. Десятку. А вот если бы ты этот урок делала как запись для вот то, что мы выкладываем на сайте, образцы для проработки нашими ученицами, как бы ты рапорт написала? На самом деле я бы не стала рапорт писать, я бы объяснила словами. Слушай, хорошо, что ты говоришь рапорт. А то мне вечно говорят, что я косноязычная, неправильно говорю, вообще слушать меня тяжело. Вот хорошо, что есть кто-то, хоть кто из нас двоих правильно говорит. Но мне простительно, вот если кто не знает, то вязать-то я не умею, поэтому... Но кто-то считать умеет. А я, видите, с математикой, полная беда, абсолютная. Зато мы с тобой друг друга дополняем. Да, зато с грамотностью более-менее ничего так, потому что я в свое время работала в секретариате, у меня настольная книга была словарежговая. До сих пор эта словарь у меня любимая книжка на все случаи жизни. Потому что все знать невозможно, язык настолько велик и могуч. Но чужая безграмотность тоже вот как бы по ушам... Ты видишь, все в разные книги в детстве читали. Я читала Глинку, а ты Ожик. Да, вот... Ну ладно, так давай про рапорт там. Так вот, в принципе, можно было показать стрелочками, а можно просто словами объяснить. Но на самом деле рисовать с одной стороны надо, а с другой, вот глядя на то, как это делают в интернете, в принципе, я смотрю, не особо-то убиваются на написание рапорта. То есть либо рисуют эту схему, причем многие рисуют от себя тяну полную, потому что вот что мне в голову придет, так и назову. Такие значки и напишу. Беру значки из ручного вязания, а там они все-таки немного отличаются. Очень много, кстати, смотрят дам импортных нас, иностранок. Они вообще не понимают ничего, поэтому если писать урок, надо просто подробно показывать. Такие вещи, которые не предусмотрены какими-то общепринятыми значками, либо ты пишешь от себя, чтобы что-то попросить, либо все-таки показывать. Мне очень нравится японка, по-моему, или китаянка, или не знаю кто из них, иероглица. Хорошо, что сейчас много людей, которые вяжут и могут объяснить, появилось. Она, причем, у нее так не понравилось, она вообще молча, ни слова не говорит, она просто что-то делает и вот так пальцем показывает, акцентирует внимание. Вот, молча. Тишина полная в зале. Она молча показывает пальцем, что она... Понятно. Она показывает для всех, то есть не только для своих, она показывает вообще... Сейчас тебя спросят, покажите, как это, что это за такая. Так, я не знаю, кто это, и я увидела парочку ее уроков. Я показывала, что это не особо такое ценное, но мне понравилась подача материала. Так, я вяжу 4 ряда следующего узора и делаю то же самое. Собственно, вот это вот и есть наши волны. Волны могут быть 4 ряда, 6, 8 и так далее. Но учтите, что они могут быть очень массивны, но все надо пробовать, зависит от шерсти и от плотности. А можно наоборот, очень плотное вязание сделать именно за счет того, что у вас будет толстая нить и большие вот такие вот защиты толстые. Итак, 400 рядов. Итак, 400 рядов, да. Вот и развлекаемся. У меня здесь петля слетела, сейчас ее отправляю заодно. Тяжело уследить за машинкой, которая сама не занимается подъемом язычков. Ну, как бы мы же вяжем на любых вязальных машинах. То есть мы можем даже спросить, на самом деле в этом узоре нет никакой разницы. Нет, никакой абсолютно. На какой машине вы вяжете, все выполняется абсолютно одинаково. Единственное, навешиваются грузики, да, и все больше. Грузики, да, хотите навешивать, а не хотите, не навешивать. Ну, конечно, без грузиков такое не провязать, но навесили грузики, и все. Вам не надо будет выполнять вот это вот сдвигание язычков, потому что у вас машина и так вяжет таким образом, что у вас петли находятся, то есть язычки находятся вот там далеко, не язычки, а иголки. У меня они находятся слишком высоко впереди далеко, поэтому мне приходится их принудительно опускать. Иначе будет не загнуть полотно, слишком мало провязано. Ну, вот этот узор, который ты сейчас вяжешь, он же у нас модификация какого-то узора, да? Или ты его специально для этого приняла? Мне кажется, это какой-то был у нас похожий. Это был у нас узор похожий, но он немножко по-другому назывался. Вот были какие-то защипы с чем-то там. Мне очень нравится, что внесение небольшого изменения очень кардинально может изменить внешний вид. Поэтому если вы любите фантазировать, и если у вас есть на это время, то вы можете экспериментировать, но я так понимаю, что времени на это не остается. Вот мне тут сейчас письмо прислала девушка, говорит, страшно хочу учиться, но нет возможности провязывать все отчеты, все домашние задания, потому что вот уже навалились заказами, и просто уже как бы сил не остается. Готова оплатить по полной программе без скидок, без бонусов, только чтобы учиться дальше. Ну, я прекрасно понимаю, где уж тут до экспериментов. Поэтому мы взяли на себя задачу экспериментировать и давать вам готовый результат. И вы увидите, что же получается, то есть вы на это время тратить не будете. И посмотрите, надо ли вам это. И вы просто возьмете готовый урок, и в случае необходимости вы можете им пользоваться. Ну, опять же, то, что мы вам сейчас показываем, это все-таки для уровня новичков, потому что те, кто поопытней, они уже таким вещами не занимаются. Они уже все это отработали, у них уже есть решение, будут они на это время тратить или не будут, либо они возьмут уже какой-то готовый результат. Потому что в большинстве у них уже стоит задача не побаловаться, не поиграть, а уже получить готовый результат быстро. И на этом заработать. И если ты это делаешь быстро и качественно, тебя хвалят, это очень большой стимул для того, чтобы вязать еще, еще, еще. И иногда, точнее, даже очень часто на этапе становления мастерства даже не за деньги работают, а именно за удовольствие, за то, что тебя хвалят и говорят, что ты великий мастер. Но это не лето, а ты понимаешь, что да, я великий мастер, то есть я могу это делать за один день, или за один час, или за одну ночь, или за еще как-то. Я могу делать ничего, они могут очень много. Очень многие. Я могу это сделать так, что в ВУЗ спрашивает, а как ты это делаешь? А как ты так можешь? Так быстро или так качественно, так еще что-то? Да? И мы все время говорим, что на первых порах все-таки старайтесь не ставить задачу. Да, не ставить задачу за 100 тысяч. Первоначально вам 100 тысяч никто не дадет? Ну, это ты не понимаешь, потому что некоторые думают, что им дадут, и они ждут своего золотого клиента и копят силы, и говорят, что я разбрасываться не буду, пока мне там 10 тысяч не заплатят, я ничего делать не буду. Это тоже подход. Это подход. Но я думаю, что таким способом, наверное, все-таки клиента не дождешься, потому что от тебя должна идти слава, славу кто-то должен распространять. И либо ты платишь за это деньги. Этот человек, который 20 лет занимается рекламой, я понимаю, что либо ты платишь деньги, которые ты где-то заработал, либо ты вместо того, чтобы эти деньги зарабатывать, где-то тратишь это время на то, чтобы сделать раскрутку себе, и делаешь это бесплатно, либо за шоколадку, либо за еще как-то. То есть в любом случае время-деньги, как этот закон никто не отменял. Это как теорема Котельникова о сохранении энергии. Энергия не появляется ниоткуда, и не уходит в никуда. Она переходит из одного состояния в другое состояние. Так и здесь. Время-деньги. Все. Ну чего, как у нас там? У нас там очень хорошо. Мы целых три раза провязали. Еще 33. Ключик у нас кормой. Видите, как хорошо, что мы не стали вязать вместе 400 рядов простой кулирки. Мы вообще с вами сидели и зудели машинкой изо всех сил. Вот Александр пишет. Японцы, они такие, все скромные, лаконичные. Ну, это я так понимаю по поводу японки. Но здесь вот главное корону не надеть. А то потом снять не получится. Когда справляться, перестанешь. Вот носить корону, на самом деле, это очень опасно. Потому что она слишком тяжела. И будешь с ней все время падать и головой биться. Поэтому, да, корону лучше надевать по празднику. Ее нужно иметь. Ее нужно иметь, но носить ее не обязательно. Ее нужно хранить за стеклом и знать, что она у тебя есть. Но быть доступным все-таки для людей. Потому что иначе далеко не пробьешься. Корона мешает проходить дверь. Да, как рога мешает дверь проходить. Так и корона мешает. Поэтому носить нужно в определенное время. Но я хочу сказать, что я человек, который очень много учится. И не вязанию, конечно, а всяким другим вещам. И очень часто учителя говорят, что если ты за себя не назначишь хорошую цену, то ты всю жизнь так будешь за копейки работать. Но нужно понимать, что хорошую цену для себя нужно назначать. Обоснованно. Обоснованно. Тогда, когда ты этих денег стоишь. Но если ты ничего еще не знаешь, если только учишься, но уже говоришь, я разбрасываться не буду, то, конечно, у тебя даже первого клиента не найти. То есть первый клиент может показаться каким-нибудь сумасшедшим. И вполне возможно, что он навсегда останется твоим клиентом. Вы будете вместе вязать какие-то, создавать сумасшедшие изделия. Ну, это тоже вариант. Это тоже вариант. Как мы с тобой, да? Я сумасшедшая. Ну, уж так-то. Я провязала голубой, синий, белый. Возвращаюсь к голубому. И эти цвета повторяю периодически на ту высоту, которая мне нужна. Все бы было очень быстро, если бы не защипывала. Зато очень красиво. Их можно делать, кстати, разные длины, ширины длины, не обязательно одинаковые. Вот я фанат защипов, честно скажу. Потому что, на мой взгляд, это примитивное действие, которое делает очень рельефные изделия, очень рельефные. То есть, если у вас нет ажурной каретки, если у вас вот такая же допотопная машинка, как та, на которой Наталья сейчас показывает урок, то мне кажется, что пересадки более простые, чем ажурные вот эти декировки. На твой взгляд, как? На мой взгляд, да. И, кстати, когда машина вяжет валики, это все равно смотрится гораздо-гораздо проще. Валики, выполненные двухфантомной машиной, они гораздо проще, чем лучная работа. Но зато быстро. Раз-раз-раз, вальки готовы. Интересный вопрос. Девочки, а почему у вас нет оттяжки? А потому что машинка сама держит. У меня машина, которая сама держит полотно. Видите, у нее вот эти платинки. Я могу вот, видите, я вытягиваю полотно, трясется стол, но вырвать у машины полотно практически невозможно. В этом самый большой кайф вот этих машин. К сожалению, современные машины делаются этими дурацкими оттяжками. Я не знаю, мне вот настолько это тягостно после Невы. Там все хорошо, все отлично, но оттяжки, оттяжки, это беда какая-то. Почему мне сделать платье, я не понимаю. При том, что на двух контурах тоже есть оттяжки. Вот у меня та же доплета, которая у меня была, это тоже двухфонтурная машина с платинами, которая сама держит полотно, ничего ей не надо. Не пошло почему-то. Мне не переняли опыт наших российских изобретателей, потому что это наша машина. Ну, доплета у нас все-таки не наша была. Доплета чешская. Но тоже довольно... Я думаю, что пошли по пути упрощения. Потому что вот эти платинки, они же каждая на отдельном пружиночке. Каждая нужно местечко отделать. Они стираются, может быть, каретка с грохотом ходит, нужно больше нажим. А те, они шуршат себе, только иголочки задевают. А здесь специальным зубом она едет и посередине этой платины нажимает, поднимает ее, проталкивает. То есть с гораздо большим трудом идет. А у доплета у тебя тоже с большим... Ой, а там еще с таким... Нет, нет, с давлением. Она давлением, конечно. Она не сверху давила, а снизу поднимала. Вот, то есть больше давления нужно на каретку. А в машинах с нитеводом, там, где грузики, там этого не нужно. Там только втягивание иголок. То есть там гораздо меньше. Поэтому они не такие громкие. И главное найти правильное обоснование. Или хотят попытаться найти. А вот Ирина пишет. А еще хорошо иметь две машинки. А Ирина пишет. А вот я люблю органическую. Это вот как бы кому что понятно. Ну, мне не дано. Потому что, на мой взгляд, она логикой не определяется. Я не поняла валентные связи и атомы и все остальное. Это я, человек, который закончил политех, занимался радиофизикой. И я ее не полюбила. А вот химия для меня вообще осталась органическая. То есть органическая химия – это комбинация между несколькими науками, на мой взгляд. Это физика, математика и химия. Вот как бы три в одном мне оказалось тяжело. То есть я по частям-то еще могу понять, но три вместе – это три уровня свободы. Для меня это тяжело. Видите, как хорошо, что мы все разные. Потому что если бы все были одинаковые, о чем разговаривать? У нас органической химии бы не было. Мы бы все вязали, да, и все. Да. И все были бы экономистами. Да. Которые не могут сложить. Три и три. На руинах, нет, на разваленных крепостях, «Простите, крепость тоже я разрушила». Нет, она была до вас в 14 веке разрушена. Очень хорошо. Примерно так же. Да, если не идет какая-то работа. Притом я не скажу, что я была плохим исполнителем финансового отдела. Была какая-то узкая специализация. Нет, но мы понимаем, что ты бы главным никогда бы не стала, потому что у тебя не было к этому потребности. На самом деле у нас главным бухгалтером была такая достаточно пожилая, очень хорошая, приятная женщина. В меру занудновато, но главный бухгалтер другим быть не может, потому что они бьедливые все такие. И вот когда она смотрела на наши кислые физиономии с отчетами, она говорит, девочки, ну, посмотрите. Это же поэзия цифр. Вы что, не слышите? Вы не понимаете? Что ты мне принесла? Ты видишь, у тебя там копейка не идет. Я говорю, все, ну, я искала эту копейку. Иди, плохо искала. Иди, иди. Найдешь, приходи. Поэзию вместе послушаем. Вот кому-то поэзия цифр в вязании, приятно вот крючком вот тыкать его в это полотно. Нет, музыки, которые добиваются успеха, они действительно, они как стихи, эта музыка. Да, дебит, кредит, и туда, и сюда. У них тоже в мозгу, наверное, это все эти счета, типа у меня, как это, они все их видят. Они видят все орбиты атома. Ну, почему я не люблю большие изделия вязать? Потому что, видите, вот насколько, то есть, несмотря на то, что мы на пленку вяжем, вот настолько, да, конца нет, одно и то же. Ну, а сколько тебе еще километров? 24-й, но мне еще бы немножко повезет. Ну, давай, давай. Время еще есть. Давай, есть, есть время. В принципе, можно, конечно, подсократить количество волн. Ну, давай подсократим, нам, в принципе, не принципиально. Самое главное понять, как это выглядит. Ну, конечно, вот давайте те, кто не вяжет, так как не вяжут все, вот, давайте придумаем название название этому изделию, потому что я его назвала палантин волнительный. Может быть, его сомнительный или еще как-нибудь, потому что я с Наташей специально попросила, чтобы она волна сюда, потому что он получался очень простым. Ничего у него такого нет, кроме того, что он из двух разных направлений, но там еще есть один маленький секрет, о котором вы узнаете позже. Но когда мы вязали жилетку водосточную, то... Название-то какое еще? Тебе не понять, поэзию не понять, поэзию стиха тебе не понять. У меня свои ассоциации. Вот для меня она водосточная, как бы очень нормально звучит, но девочки сказали, что она выглядит, как... как восточная, ее надо переназвать, как восточная жилетка. Ну, я понимаю, вот. То есть в ней увидели силуэт, стройность, строгость, и сказали, это восточная женщина, восточная жилетка, то есть восточная стройность, и все. Ну, так как я уже везде прописала ссылки, и у меня, ну, как бы нужно или перепрописывать, и во всех... Ну, там бы цвет поменять немножко можно. Ну, слушай. Четко в жизни, чего только не поменять можно. То есть можно, но не обязательно. Но название восточное, в принципе, меня бы устроило, да. Но я говорю, уже так как это в летописи зафиксировано, то переименовывать не будем. Вот что мы назовем палантин. Хотелось бы тоже какое-то морское название. Морское. Море волнуется раз. Шторм. Шторм. Такие умиротворенные цвета, какой же это шторм. Это стиль. Приплыла к нему рыбка, да, а море... Когда медленно волнуется море, приплыла к нему рыбка и спросила. Вот у нас сейчас как раз стадия, когда мелкое рябье море пошло. Да, мелкое. Но не знаем, как его это назвать. Вот давайте, если у вас есть идея... Мелкорябаный. Беспешная. Потому что все-таки это то название, с которым палантин – морская волна. О, класс. Очень хорошее название. Вот мне нравится. Вот мелкорябаный в голову пришел. О, вот такая волна в голову не пришла. Вот, понимаешь, вот как вот мы думаем, вот так вот мы и живем. Вот неплавно. Неплавно, да. А здесь вот волнительный. Ну вот я волнительным так и назвала, но мне кажется, вот волнительный, сомнительный. Вот у меня такая вот рифма. Вот водосточный тебя устроил полностью. Я устроила, потому что это прикольно. Это прикольно. Ну вот прикольно это в виде вот таком вот прикола, но ходить в водосточной жилетке – это тоже сомнительно. Какая у тебя жилеточка? Да-да, водосточная. Палантин Тайной океана. Вот Ольга спрашивает, с какого ряда навешать петли для защипа? С первого. Вот первая же, где там у вас, видите, у нас идут разные цвета. И вот эта вот рисочка, первая же, видите, там, где идет смена цвета, между петлями у нас есть вот эти протяжки, вы ее и берете вот здесь на белом. Ну, то есть первый цвет привязали, и с него… Вот на белом хорошо видно. Видите, вот эти вот протяжки, они и берутся. Вот вы их и надеваете. И на иглу, то есть у вас получается весь цвет зажат. Вот. Вот эти вот протяжки и надеваем. Очень удобно и хорошо видно, не перепутаете. Потому что если вы будете оставлять хоть один ряд, у вас не получится именно вот этой волны, ярко выраженной. У вас получится размазанное немножко. Ну, видите, встать. Палантин Айвазовский. Вау. Вау. Вообще. Вот что значит помощь дала. Вот. Даже звонить никому не пришлось. Молодцы. Спасибо большое. Лена Максимова, спасибо. Вот, представляешь, даже в голову. То есть вот я настолько примитивно мыслю, что я раскладываю все на физические термины. Вот нет у меня поэзии. Это все потому, что я летом не вязала. И летом занималась какими-то другими проблемами. Не помню вообще. Нет, ты вообще, я тебе открою страшную тайну, ты вообще не вязала? Нет. Я хотела сказать. Я хотела сказать, я не рисовала. Вы слышали, как я проговорилась. Нет, обычно, обычно летом. Обычно летом я вяжу. Нет, обычно летом я отправляю ребенка отдыхать. И у меня есть время для того, чтобы восстановить мне нервы, истраченные за зиму на уроках по воспитанию математического чувства. Вот. А этим летом мы поступали. И поэтому сначала мы готовились, потом мы там чего-то. Потом мы отходили от подготовки. Потом мы чуть не опоздали, потому что какие-то документы не вовремя там. И в общем, как бы все время на нервах были. То есть не удалось прессовать. И поэтому я так понимаю, что я деградировала. Вот, морской бриз тоже. Придется нам все это вязать. Потому что столько названий, что мы одним палантинчиком не обойдемся. Придется все названия сохранить, и под них чего-нибудь эдакое. Шляпочки. Ну, на следующий раз мы уже придумали шляпочку. Мне кажется, что тебя идея устроила. Меня идея устроила. Вполне. Вот мне все-таки нравится, когда результат быстро. Поэтому к палантинам я тяжело отношусь. Я поддалась на уговоры, что надо бы нам чего-нибудь такое, вот кардиганчик. Ну, кардиганчик, ну, тоже надо кардиганчик. Что с шапками-то одними. Шапки хороши для такого портфолио шапочного, для тех, кто будет вязать. Ну, вот смотри, вот смотри. Значит, я уже сказала, что девочки пишут, они у тебя закончили только второй курс. Они уже пишут, не можем переходить на третий, потому что уже пакет заказов на носки. То есть те, кто у нас учатся на курсе, уроки отработаны по изделиям настолько, что этот урок уже потом с закрытыми глазами вяжется на любого заказчика. Там уже понятно, какие цифры, куда уменьшить, куда увеличить. И шапки, которые мы придумываем. После посиделок те, кто никогда не вязал на заказ, они начинают хвастаться своим соседям, которые приходят в гости, спрашивают, как у тебя успехи, показывают эти маленькие шапочки на кукол связанные и получают заказы на большие. Поэтому то, что мы с вами на посиделках вяжем, вполне может учить вам в портфолио. Главное – качество сделать фотографии. А то, что она маленькая, не маленькая, если хороший кукленок, если качественно сделать, то это отличное портфолио. Вот я говорю, что я нашу ученицу в Инстаграме увидела фотографии. И здесь сегодня показывают фотографии в презентации. Все оценили качество съемки. Четкие фотографии, на белом фоне сделанные, то есть не где-то там на паркете, с очень хорошим освещением, очень четкие, ничего не раскручатое, ничего лишнего. Может быть, даже там фотошоп применен, чтобы убрать какие-то артефакты. Но фотографии идеальные. И она выложила у себя в Инстаграме, говорит, шквал, шквал вопросов. Я тоже зашла, я не поняла, что это такое, а сколько стоит, сколько стоит. Я думала, что это постоянные заказчики. Оказалось, что нет, просто настолько понравились носки, связанные по уроку. Потому что отработана технология, потому что сделаны качественные фотографии. Поэтому если вы... Дмитрина – это половина успеха. Поэтому если вы вяжете на заказ, если у вас есть какие-то заказчики постоянные, и вы вяжете на носки кардиганы, то разбавить эту лавочку, как-то магазин, разбавить шапочками, очень даже, кстати, будет. Потому что одними носками... Я знаю, что есть некоторые специализируются на носках. Ну, носки во всевозможных комбинациях. Вполне возможно. Но если человек у тебя один раз купил, сколько этих носков надо? Даже в подарок. А вот шапочек, то есть он, по крайней мере, у него там семья четверым-пятерым шапочки купит. Еще кому-нибудь в подарок. А себе, партишки разного цвета. Курточку новую купил, к ней обязательно новую шапочку. Я вот страшно люблю купить какой-нибудь шарфик или палантинчик, или что, к нему шапку. Либо наоборот, очень люблю. Причем я люблю, чтобы они были разные. Вот я сегодня хотела платье себе посмотреть на зиму. И на шапочки пошла посмотреть. И обнаружила, что... А ты вязала, я не знаю. А ты вязала, я не знаю. Вот. И обнаружила, что сейчас появилась новая мода. Я вот теперь после урока расскажу. Может, даже тебе отведу вот этот магазин. Малюсенькие горжетки. Я даже не знаю, как это назвать. Нет, не горжетки, а как они называются. Вот эти вот... Ну вот, воротники-то вот эти... Господи, я ешь. Ну вот они, да. Нет, я все понимаю, только сказать не могу. Ну, неважно. Вот. Ну, сейчас я вспомню. Манишки. Манишки, да. Но это не манишка. В том-то и дело, что не манишка, а малюсенький. Не знаю, в дворе... Просто натягивается на голову чулок такой. Вот здесь вот распределяется. Да. То есть у него не висят кончики, ничего. Это просто вот как бы вокруг шаги, которая вокруг шея. А назначение практичное? А как? Ты надеваешь воротник, застегиваешь, у тебя ничего не торчит. У тебя все аккуратненько по шее. И сверху малюсенькая шапочка. То есть это... Ну, на самом деле, это может быть для тех, кто любит всякие всевозможные декольте. И зимой, чтобы не умереть от холода. Да? Ну, декольте... Только шея закрыта. Вот декольте, в том-то и дело, что в шарфах и в этих манишках там декольте закрыто. А здесь, вот эти, говорю, только вот подворотник. Чтобы грудь оставалась вот без утолщений. То есть, может быть, грудь пышная, чтобы на ней еще шарф не утолщил. Поэтому вот как бы без вот этого, без перекрестия шарфа только гайка вот эта надевается или шайба. А может это в пику тем, кто в прошлом году носил гигантские эти шарфищи огромные? Не, а шарфищи тоже продаются. Ну, вот я говорю, что я впервые увидела для меня... Вы шапкозакидательством занимаетесь? Да, всех закидываем шапками. Идеями шапок. Да, то какое воплощение этих шапок? То есть, идеи-то хорошо, но когда... Не, мне, на самом деле, я вот уже еще раз повторю, что я думаю, что... Нам очень нравится придумать, очень. Я думаю, что когда-нибудь мы, наверное, выйдем на мировой уровень и где-нибудь нашу коллекцию шапок покажем. Сумасшедших шапок. Да. Шапки называются дизайнерские, они сумасшедшие. Сумасшедшие бывают люди, которые дизайнерские шапки носят. Вяжут и носят, да. А шапки называются дизайнерские. И очень трудно придумывать что-то новое. Если вы попытаетесь что-то сделать, то у вас кажется, что это не сразу. Нужно обязательно какую-то основу перед тем, как придумывать. Ну, я уже скоро закончу. У нас как раз времени останется собрать это. Потому что не все так просто. Поэтому, когда мы что-то придумываем, я хожу по улицам, я смотрю, что другие навязали, для того, чтобы оттолкнуться. Потому что повторять то, что кем-то связано, мне не очень сильно нравится. Мне все-таки нравится как-то модернизировать. На самом деле, я специально обращалась к юристам по законодательству правообладателя. И мне они сказали, что идея не является, то есть повторение идеи не является нарушением авторских прав. Вот использование, то есть даже если вы показываете мастер-класс по чьему-то уроку, это уже называется, то есть вы его показали. И это уже не является нарушением авторских прав. Вот, во всяком случае, мне так объяснили. Но на самом деле, я так понимаю, что вопрос спорный. Это, смотри, какой юрист будет этим заниматься и какую подоплеку. Но вязать то, что уже кем-то связано, на мой взгляд, мне не очень интересно. Если только это человек не вяжет на заказ, потому что у него не стоит задача самовыразиться, найти что-то интересное, какой-то ноу-хау. Очень многие же занимаются вязанием для того, чтобы отвлечься. То есть это действительно релакс. И как любой вид рукоделия. Вот я, например, когда рисую, я же рисую не на продажу, я рисую, как бы, огромные деньги за этот мастер-класс платишь там, за холст, эти краски одни чего стоят, а кисточки по 500 рублей. Вообще просто кошмар. Но ты на это идешь для того, чтобы получить готовый результат. И я очень часто хожу именно с педагогом, который видит ошибки, который подправляет, и помогает, и исправляет. И как бы ты получаешь этот результат. Своему-то не увидишь ничего. Какая красивая клякса. Да, сам не увидишь, да. Как я очаровательно намазала там что-то. Что? Зачем? Непонятно. Педагогом очень-очень здорово, потому что у него опыт больше. И он видит совершенно под другим, как бы, углом вот это изделие. Я помню, у одного профессора живописи я проходила мастер-класс. Он мне говорит, у вас такая красивая точка. Я чуть не упала в оборот просто. Где красивая точка? Из всего, из всей картины он выделил мне очень красивую, живописная точка. Ну, понимаете, вот человек живет вообще другими измерениями. Я вижу полотно целиком, и вот мне оно не нравится. Он говорит, ну как же, ничего красивого. Вот какая живописная точка. Вот, и я думаю, может мне вырезать все это, и эту точку сделать 3 на 3 сантиметра в рамочку, да. Сделать еще этот паспарту, чтобы совсем точка-то была. И лишнее все отбросить, как в мраморе, чтобы красота была. Значит, круиз, новая волна предлагают. Или лазурный берег. Морской бриз. Ну, вот не знаю, вот спасибо, девочки. Подумай, мне вот пока Айвазовский нравится, потому что, как бы, очень широкая тут такое подоплека, да. Смотришь на него и понимаешь, весь Айвазовский в этом палантине. Весь он тут присутствует. И девятый вал. И девятого вала здесь. Так это первый вал идет, и девятый вал идет сзади. Да, вот и все. Так и будем лезать первый вал. Третий вал. Да, в следующий раз мы вяжем шапку первый вал. Второй вал. Да, второй вал. Так, 48. Мне осталось не так много. На самом деле это все гораздо, а, не гораздо, а просто быстро вяжется. Так, все, пойдем. Все голубое, следующий цвет синий, и на этом останавливаемся. На 7, я даже не буду делать защипы, потому что защипы на последнем ряду нет. Очень хорошее замечание Александр написал, что если вы продаете какие-то шапки кому-то, то, ну, как бы, носки, вот они, вот они, носки и носки, да, вот шерстяные и шерстяные. Их не видно. Ну, нет, ну, можно следочки там или еще что-то. А вот шапки, они все-таки на 4 сезона, можно каждый сезон менять. Каждому пальто, каждой куртке. Вот у меня, у меня действительно, в каждой куртке своя шапка. Мне очень нравится. А что это я буду с одной и той же шапкой во всех своих этих куртках? К шубе одна шапка, к одной куртке другая, в другой третья. Причем вязаные шляпки, а шляпки-то какие вязаные красивые бывают. Это ты про мою шляпку вязаную говоришь? А я, когда в моей шляпке вязаную иду, народ оглядывается. Вот, и я думаю, либо я такая, это городская сумасшедшая, либо шапка такая дизайнерская, красота такая, да. Но никто не спросил, где. Вот, видимо, вид у меня очень неприступный. Корона, а там из-под шапки торчит. Боятся спросить. Боятся стукнуться. Боятся, что зашибу. Короны. Да. Так, ничего. Нет, шапочек много не бывает, это правда. В конце концов, это не фетровая шляпа, которым занимают кучу мест. Это место вообще не занимает. Одно удовольствие. Наследники Айвазовского за использование его имени в рекламных целях после засудия. А я уже не знаю. А я уже не знаю, да. Уже кто за что? Где тут? Где предел этого беспредела, да? Да. Ну вот как бы мысль-то хорошая, да. Про засудия-то или про что? Наталья Петракова пишет, Светочка, смотри, затмешь своей точкой квадрат Малевича. Вот я испугалась, да, и решила оставить как есть. А то и правда биться с Малевичем не хватало. С Ингазовским биться еще с Малевичем. Корона тогда вообще не влияет. Кто будет вам придумать, когда я тогда пойду рисовать? Точки. Точка такая, точка такая. Так, вяжу 8 рядов. Господи, 8 рядов. И все. И все. Последние без засыпок. Закрываю косички. Без всяких приборов. Так, можно, ты, конечно, не нашла. Я их не искала, не обиду на задание. Кто должен? Подошел. Подготовить меня к работе. И можешь замотать ниточки. А не ходить, пожалуйста. Закрываю косичкой все полотно. И будем сейчас с сборкой заниматься. На самом деле, хорошо бы это все подпарить. Но я могу. Не надо? Думаю, что мы покажем. Потом подпаришь. И тратим. Потому что время тратить на это не будет. Штука, конечно, хорошая. Паруну. Смотрю и радуюсь. Как она разглаживает полотно. Ну, не завидую. Потому что, на самом деле, у нее точечное направление. Точечное. Ничего другого. Вот только как на кукол шапки подпаривать. Нам одной штуки хватит. Нам все наши шапки не обязательно приобретать. Паровая машина, это, конечно, классная штука. Но с больным местом много занимает. И, не знаю. Для того, чтобы иногда ею попользоваться, наверное, это не очень практично. Ну, есть же утюги с вертикальным паром. Вот они как бы... Но они не столь сильны. То есть, это не тот пар. И ты не отпаришь ни хлопок, ни заломанное полотно какое-то. Они не возьмут. Ну, знаешь, я вот эти вапароны не пробовала не обрабатывать ни шубы, ничего. То есть, как бы, в принципе, надо попробовать. Потому что она 10 лет простояла в закромах. И, может быть, действительно, вторая молодость начнется. То есть, плитки мы им очищали. Действительно, жир плитки очень хорошо. Но вот как-то мы переезжали несколько раз. И он у меня в закромах. Я даже забыла, что он существует. Потому что мне даже само название «Вапароны» очень нравится. «Машине и в доме». Я до сих пор помню эту дурацкую песню навязчивую. «Вапароны», «Машине и в доме». Вот как-то и забыла. Это сейчас 10-летней давности реклама навязанная. Навязчивая очень. Сейчас как-то рекламщики поаккуратнее делают. Не так грубо эту рекламу. Конкуренция большая. Уже как бы грубо не сделаешь. Тебя сразу выключат, на другой канал перейдут. Ну вот, девочки, я не знаю, насколько интересно вам вот так вот сидеть и два часа смотреть, как Наташа вот перещёлкивает туда-сюда вот эти штучки. Потому что… Ну, на самом деле, в следующий раз мы будем вязать шапку. С одной стороны, конечно, можно вязать всё это заранее. Вам просто показать расчёт, как это всё делается. Показать. Вот расчёт, а вот изделие. Вот, да. Нет, просто высылаем запись мастер-класса. Вот, да, файл в текстовом формате, либо в ворде. Вот фотография, вот расчёт, вот как мерки снимаются. А что делать тогда? А что делать тогда, да, с другой стороны? И потом мне придётся дополнительно записывать урок. То есть я и так зашиваюсь в этом вязании. То есть мне придётся ещё и уроки писать дополнительно. Я против. Я против-против. Потому что это очень большой временной затрат. Вопрос заключается в том, что все хотят крупное изделие. Ну, это я понимаю. Но интересно ли сидеть и смотреть, как ты вот эти 400 рядов, которые у тебя метр, вот этого палантина, ты бы гоняла, вот сколько ты времени вязала? Не могу сказать, что долго, но вот это вот жжжжжжжжжжжжжжжы. А что Артимин делать? То есть вот эти вот 20 минут, сколько там, не больше. Тем более, что если людям не нужен палантин, то они просто хотят посмотреть как идею. Они не будут с тобой рядом сидеть и тоже вжикать. Ну, вот как бы нечем заняться. То есть если параллельно пить кофе, там вести какую-то приятную беседу, то, в принципе, конечно, можно это вытерпеть. А вот у меня, например, неров не хватает. Сидеть и смотреть, как бжикается туда-сюда. Вот хорошо, что ты разговариваешь. А если бы ты была замкнута и сидела бы, петли считала, вот я, когда делаю какие-то дела серьезные, я даже музыку выключаю, потому что меня просто сбивает. Я как-то проговариваю, что я делаю. Я включаю там то-то. Я выключила плиту, я выключила утюг. Да, я проговариваю. Да. Я на самом деле настолько привыкла вести уроки и комментировать свою деятельность, что я, Светлана, говорю, тоже стремя заткнись, я ей даю тишины в доме. Я не могу прокомментировать все свои действия, иначе уже приносить. Ты знаешь кто? Ты, значит, сама тащишься от себя. Вот. Я поняла, ты от своего голоса тащишься, и поэтому ты сама себе проговариваешься. И такая сонная все время, потому что я... Мы все даже убираем. Да, мы все машину убираем. Да, давай. И поэтому ты... У меня нет записи моего голоса, поэтому я сама себе... Да, сама себе наговариваешь. Да, вот все у меня осталось. Давай, машину убираем. Не, 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 не. А что с бурной заниматься? Где-то боковато. А я такое нормальное изделие не могу. Ну, ничего, вот так вот. А я не могу такое, не могу так, не сыпая. Начинаю. Очень плохо объясняю. Я вот лучше, не знаю. Ломака. Да, уговаривайте меня все. Ах, машите на меня. Или махайте, как-то... Ну, давай. Или мы сейчас берем и просто показываем, подшиваем. Да, потому что время не остается. Так, значит, суть вот этого изделия заключается в том, что мы связали палантин, который вы можете красиво накинуть на свои плечи. Вот когда вы его накидываете, то сзади у вас получается вот такой... Слушай, а может быть туда вот, наверх? А потом мы как-нибудь это покажем. Как-нибудь разберемся, как с чего сшивается. Сшивается-то. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, вот. Чтобы нет себя видеть. Вот, мы связали палантин, у которого одна часть белая, а вторая часть полосатая. Причем, вот эти полосочки, они повторяются вот здесь внизу. Но, как вы понимаете, что если бы мы связали вот длинную часть, то она бы у нас вот здесь вот легла бы как продолжение. И они бы пересеклись вот здесь вот, пересеклись. Вот получилось бы сочетание горизонтального и вертикального. И поэтому мы оставили вот этот хвостик для того, чтобы сделать рукавчик. И подержать что-нибудь? Нет, нет, нет. Сейчас я просто... А булавочки дай мне вот сюда вот заколю. Вот у нас дама. Где булавки? Да вот эти. Вот у нас дама получилась в платье. То есть в этом, в кардигане. И осталось только вот здесь делать рукава. Но рукавами мы будем делать не так, как вы думали. Не вот так вот зашивать. Не вот так. Вот. То есть можно было бы подумать, что мы вот так вот сделали. Но можно, в принципе, и так тоже. Не, можно и так. Но суть-то сводилась к тому, что мы берем и вот это... Может, подними рука, у кого платье-то? Нет, сейчас я размажу. Мне она очень страшно мешает. Мы берем и на рукаве отмеряем объем кисти. Ну, или объем кисти, или тот формат, который нам нужен для того, чтобы рука как бы свободно пролезала. Ну, то есть если мы хотим, чтобы у нас вот досюда было, то есть замеряем то место максимально, которое нам нужно. Вот берем нижний край вот этого изделия, вот замеряем, вот примерно вот так. И мы его подшиваем. Вот мы его подкалываем вот здесь. А то, что у нас остается, вторая часть, вот это, то, что нам казалось, что это будет рукав, мы его подшиваем вот здесь. Распределяем так, чтобы петли, ряды и петли совпали. Ну, это вот как бы для тебя. Либо просто прикладываете ровненько, как ляжет, и закрываете. Вот. И подшиваем. Подшивать не будем, да? Просто покажем, расскажем, как это сделано. Ну, да, потому что уже... Ну, остается несколько минут. Здесь уже суть-то в том, что получается, что ваш рукав, вот он, он совпадает с узор, совпадает с тем, что у вас вот здесь на вашем палантине. То есть получился вот такой кардиган из палантина, у которого еще и рукав, несмотря на то, что сзади идет вот эта линия, и здесь она переходит в рукав, и... И вот там наш разрез, видите, тут все это угодно. А рукав, а разрез вот здесь вот, он помогает рукаву свободно двигаться. То есть он не настолько привязан к вот этому палантину, что он будет свободно двигаться. Вы, когда будете вот это провязывать, вы посмотрите на изделие сами, какого... Где вы хотите, чтобы у вас был вот этот разрез. Потому что его можно сделать шире, ну, в смысле, выше. Можно подмышку сделать, но можно ниже. Но чем ниже делаете, тем как бы будет у вас больше вести рукав. Вот как бы меньше свободы будет. Если вы повыше сделаете, то вам тогда придется, в принципе, как бы достаточно выше делать вот этот узор, который вы здесь вот связали на палантине, вот эта волна. Но я думаю, что это не принципиально, потому что если вы вяжете красивую вещь, то вам все равно придется ее красиво вязать. Но... Мы не успеваем, потому что вы показали такой волнительный узор. Можно сделать... Здесь действительно превратить в кардиган и сюда сделать планочку. На шее чуть-чуть припосаживаем, для того, чтобы... У нас тогда плечики организуются и не будет тянуть. Потому что если мы этого не сделаем, то наш кардиган, наш палантин, вот он вот здесь будет стоять стойкой. То есть он получился именно палантином. Если же мы его захотим превратить в кардиган и сделаем здесь по центру планку, то мы советуем здесь вот с какого-то момента, вот с расстояния плеч, сделать припосадочку и убрать это вот в планку, присобрать. Когда вы это отпарите, вот этой складки здесь не будет. Но у вас будет четкий стоять воротничок, который сюда уйдет. Воротник не нужно делать высоким. Не нужно. Просто маленьким. Планочка. Именно планочка для того, чтобы, во-первых, у вас не будет вот это... здесь скручиваться не будет. Во-вторых, возможно, вертикальная линия еще больше вас устранит, потому что здесь мы применяем все-таки горизонтальные узоры, которые во всех справочниках по имиджу дают указания о том, что они полнят. Был вопрос. Наталья, ты специально ли ты сегодня в полосатом пришла? Нет, она не специально пришла. Нет, не специально. Но интуитивно волны, вот как бы они волнуют и волнуют. Где-то, наверное, интуитивно, потому что открою вам страшную тайну, когда я бегу к Светлане, я опаздываю, хватаю первую попавшуюся вещь. Вот не собраться, не организоваться мне никак. Степенство, благородство – это не наш стиль. Мы все быстро. Я тут это страдала, что чем два часа заняться, вот как бы страдают люди, которые приходят к нам и смотрят, как бжикают. А мне вот тут пишут, так мы ведем приятную беседу с вами. Очень приятно, да. А то мне поговорить-то не с кем, я же это человек пишущий. Почему просто так? Мы тут крючком вяжем шортики во время посиделки. Что время тут терять? Пришли на вязальные посиделки на машине и вяжут крючком. А какая разница? Это вязальные посиделки, а не... Да, ну, Анастасия, надеемся, что палантин вам тоже пригодится, и вы его свяжете уже на машинке. Надежда пишет, что узнаешь каждый день что-то новое и полезное. Ну, мы радуемся, потому что мы, на самом деле, сами придумываем, сами тут несколько раз все модернизируем и выдаем вам не какой-то сырой вариант, а то, что мы все-таки отработали, потому что мы считаем, что этот вариант жизненный и он вполне может пригодиться. Кстати, на работе сидеть... Да, на работе сидеть... Правда, очень здорово. Очень хорошо, потому что у вас и спина будет закрыта, и сваливаться. Вот эти рукава, они не позволят вашему палантину сваливаться, потому что, если это делает обычный палантин, то у него постоянно, вот, он с рук сваливается, он куда-то мешает, за счет того, что рукав, как бы, вот тянется здесь, он все равно сваливается. Он на мешок вот этот... Мешок. Спасибо, спасибо. Молодцы, девочки, все понятно. На самом деле нам тоже очень интересно. Очень прикольно, молодцы. С большим удовольствием приходим к сиделке. Да, нам... И получается... Да, мы очень рады, что... Вот сейчас 112 человек, 114 человек было. Я хочу сказать, что... И 130 было? Я не заметила. Ну, я рада, что 130 человек посмотрели наш мастер-класс. Я надеюсь, что он пригодится, потому что уже полным ходом пишут «пришлите, пришлите», причем пишут с такими комплиментами, но я как бы лезть-то не очень сильно люблю. Только вебинар начался и приходит... Мне очень понравились ваши уроки. Так много полезной информации. Вот... Ну, не знаю. Вот только начался палантин, но как вот... Ну, на самом деле, в предыдущих уроках тебе пишут. Нет, ну, может быть, может быть. Поэтому не надо там. Да, да. Вот. Я надеюсь, что... Вам все-таки эта идея пригодится. Да, хорошо, хорошо. Я как человек на лезть непадки, поэтому... Как всякий человек, который знает свою цену, я на лезть непадка. Да. Обидеть меня тяжело. Ну, и как бы вот там... Да. Ну, все. Все. Мы ровненько уложились. Я сейчас отпарю, сделаю фотографии, выложу тем, кто хочет получить мастер-класс. Пожалуйста, пишите запрос, и мы вам вышлем этот мастер-класс для того, чтобы вы его могли отработать. Потому что зима впереди долгая. У нас зима обычно полгода, да? У кого-то 9 месяцев. Ну, самое-то клево сидеть на работе и мерзнуть. Вот эти вещи, они не на вещи, но в то же время очень оригинальные. Ну... Простые, оригинальные. Простые, оригинальные. Квадрат, он везде квадрат как бы есть. Никто не знает, какие у него возможности. Я надеюсь, что на наших уроках вы узнаете, что красиво одеваться можно и практически не умея вязать. Да? Да. Ну, на этом мы с вами прощаемся. С вами была Светлана Амельян. За кадром Наталья Некрасова. Да. И новый палантин, который пока еще без названия, но будет на морскую тему. Ну вот. Светлана Амельян.